Тогда, в апрельский участок, конференция. Мы приветствуем представителей конференции. Тема называется образование вечной жизни. И тема называется «Education for eternal life». В отличие от того, что было прописано образование в вечной жизни, я предлагаю расширить тему образования в вечной жизни. И в сравнении с темой темой «Education for eternal life» я бы хотела распределиться, и это будет «Education of eternal life». Казах интеграции жизни и одновременно образовательного процесса. И это «Интеграция of eternal life and the educational process». В структурах вечной жизни и вечно, соответственно, развития. «About the structures of eternal life and accordingly, eternal development». Григорий Петрович, говорят, что плохо Вас слышно. Я тогда поговорить громче. Да, спасибо. So, I will be speaking louder. В том, что тема веб-конференции. В той части, в которой я хочу в свою часть сообщить. Образовательный центр по программе обучения учения Григория Грабового как основа университета Григория Грабового. В начале более конкретных мероприятий, которые в рамках образовательного центра проводятся, я хотел бы обобщить посредством определенных фундаментальных знаний по этому вопросу. I would like to generalize some knowledge when it is meant education center. Рассматриваем процесс с точки зрения действия Бога, создателя всего мира. Можно обнаружить, что Бог закладывал в структуру образования одновременно и функцию получения знаний от созданного им объекта образования. И так как Бог может любой процесс создавать в реальном времени, соединение прямого и следственного процесса. As the guard can create at a certain moment, at a current time, the process will also be reason and effect sequence. позволяет таким образом образовательное направление, что нужно находить структуру, как Бог организовывает как прямой, так и следственный процесс. So you have to be located in the structure which organizes the cause and effect process. Ведь, по сути, если задуматься над тем, каким механизмом Бог напрямую создаёт реальность, If you think, how would God directly create the reality? Можно обнаружить, что это система прямых действий. Then you may find out that it is also a system of direct actions. When it is not connected with the cause and effect consequences. Это позволяет видеть напрямую события будущего. It allows to see ahead the events of the future. В том смысле, в котором они могут происходить, например, без коррекции или в результате коррекционных действий. In terms of how the events may happen with corrections or no corrections. Таким образом, нужно в образовательном процессе показывать одновременность действия от получаемых знаний. И одновременность оптимизации посредством, например, управляющего ясновения или управляющего прогнозирования или действия духа и так далее. Поэтому в образовательном центре по программе обучения и учения Григория Гробового сам образовательный процесс должен быть построен в том числе на ответственных мною образовательных подходах. And the approaches I have mentioned should be the foundation for the educational process and the education center for education program on the teaching of Григория Гробового. При каждом следующем от уровня нужно стремиться к углублению имеющихся знаний с точки зрения компонентального оснасления устройства мира по обеспечению вечной жизни. And when going to the next level, there should be deepening in the fundamental getting of knowledge in learning the world life construction. Нужно уметь разрешать любые ситуации, касающиеся такой цели управления, и нужно уметь добавлять, соответственно, время на разрешение данных ситуаций. Таким образом, сейчас я расскажу о некой новизне образовательного процесса, что в процессе образования нужно управлять достаточное время для освоения материала, то есть время управления, а не просто физическое время. И я хочу представить нововательство для изучения процесса. И это процесс темпорного процесса. И вы должны стоять некоторое время, для того, чтобы управлять контролем в образовательном процессе. Так как стоит задача при любых сочетаниях событий подготовить слушателя, студента, любого жителя, вообще всех живых к тому, что они переходят на следующий момент в жизни. Because of the educational tasks here, with all the complexity and interaction to prepare the student or any other listener who lives all around the world and who is the living one, who are the living ones, to prepare them for the transition on the next level. Без прерывания в жизни процессов. With no interruption of the living processes. То выникает специальная задача нахождение ресурсов времени для подготовки любым будущим событиям, которых обеспечивается решение. And so there is a task to create the resources of time necessary for the preparation of educational processes You have to do this in the eternal action. И тогда время должно создаваться как управляющая среда, как некая форма информации, как некий объём пространства управления. And so then time should be created like a cluster, like the space, the controlling space and the... Таким образом, в образовательном центре при чтении лекций, при проведении семинаров нужно управлением одновременно создавать пространство времени. Необходимого для обеспечения вечной жизнью всем. Логическим путем такое пространство строится достаточно ясно как. То есть преподаватель логически или управляющим ясновидием, или управляющим прогнозированием оценивает систему получения знаний всеми слушательными и студентами. И в зависимости от степени подготовки в общем массиве информации, либо увеличивает управляющим путем время прошлого. В прошлое можно поместить достаточно большой объем пространства, любого. Так как до точки создания всего мира какое-то пространство очевидно было и соответственно оно было бесконечным. Бог при создании всего мира использовал это свойство бесконечности пространства в прошлом. Чтобы изучить функции определенного механизма построения событий будущего. Аналогично ясно, что для будущего используется механизм причинно-следственных ситуаций прошлого и прямых доступов в будущее. Соответственно построение такого пространства должно быть через определенные лучи или отрезки в будущем. Немножко в звук ушел. Немножко в звук ушел. Такое пространство, когда мы наблюдаем в прошлом отрезки или лучи времени, а в будущем точечные прямые системы доски. То есть отрезок, 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 отрезок. И как только вы начинаете наблюдать за этим пространством, я уже говорил о свойствах этого пространства. При одном и том же физическом времени. То есть при увеличении ресурсов, со свиданиями для... То есть при увеличении ресурсов, со свиданиями для... Возникает образовательная среда. Который, собственно, и настичит. Ведь образовательная среда как информация в процессах обеспечения личной жизни действует всегда точно на одном образе. Вы не только получите образование, но и специально при необходимости расположить конструкцию знаний или форму знаний. Поэтому преподаватель, формирующий пространство времени, которое увеличивает ресурсов... Должен одновременно строить всю конструкцию управления образованием. Так что элементы любые обеспечивают вечную жизнь. Исследовав свойства такого пространства... Которые содержат только время увеличения образовательных ресурсов. Исследовавший исследователь�� разбирает... Мыardoорел. Исследовав Lakeo alguma технические информацию, и неということで... Исследовавoo... И мы снижаем соотк改ень когда мы в Re slippery последователю цел ourselves в принципе может их обеспечили обеспечить ресурсов. Исследовавшись... Соответственно, строить какие-то, исходя из этого пространства, строить другие какие-то структуры, то есть в ходе образования применять свойства этого пространства и так далее. На текущее время, исходя из, в том числе, сказанных... Currently, based on what I have just mentioned... ...для образовательного центра по программе обучения и учения Григория Градовой. Relating to the educational program on the teachings of Григория Градовой. Важным является систематизация получения разными студентами с учительными знаниями. It is necessary to get into system the knowledge which the students acquire. которые они получили в результате разовых таких-то курсов или в результате систематического обучения. If the students got it one time or in the result of regular class attendance? Звука нет? И, в связи с этим, через образовательный центр сейчас будет проводиться определенный сбор информации и предложение всем, кто обучался по программе обучения. And the present time there would be a collecting of information database and there would be offerings to those who have studied in the educational center. Будет предложение получать сертификаты о прохождении образования. Будет производиться увеличение лицензионных процессов. There would be increase in licensing process. That would be at a bigger extent. It refers to getting legal rights for publishing, for dissemination of the knowledge. And also the use of the trademarks. К этой работе могут подключиться волонтеры. And volunteers may also join this work. Которые могут координироваться с сотрудниками образовательного образования. And so their work can be coordinated by the employees of the educational center. And it is necessary to lay down the foundations for creation centers in different countries of the world. For creation of the university. For creation of the university. For creation of the university. And that is what... And that is what... And that is... It should be mentioned that we speak about educational processes in different countries of the world. Especially in the countries where the use of the trademarks, Grubovoy and Grubovoy are protected. For creation of the university. And that is what we can do with Grubovoy and Grubovoy. For creation of the university. For creation of the university. For creation of Grubovoy and Grubovoy. So you may apply. And also connect with the educational center. So for this kind of practice. Соответственно, проводится дистанционное образование через интернет-платформы. И, accordingly, there is a distance education through the Internet platforms. Если он получил данные, какие-либо ссылки, самостоятельно освоил материалы программы обучения или получил ссылки для доступа в библиотеку одного центра. As for those who have mastered the teachings or you have got the link to the electronic library of the university. You may get your certification on the general basis like all the other students. У преподавателя образовательного центра. And it would be carried out by the lecturers of the educational center, this kind of testing. And it relates to passing the exams or writing course papers. Next question. When the certificate of certification, as I have already said, allows you to teach in licensed universities. In this case, the given certificates would give the right to provide lecturing at the entities which are the licensees. on the provision of educational services and the teachings of Gregorio Cracofoy. Considering the above mentioned and carrying out controlling. Where it is necessary to consider the previous and direct action of the future. It is important to note that if you haven't got even one time access to education on the teachings. For example, through participation during the webinars. During the full time seminars. For example, during the full time seminars. For example, during the full time seminars. You may apply via the email of the education center. on the research Augustя Hart. For the issue of the certificate. Trying to be the research app. For idea of the certificate. For those who work is to. For those who have��seorg apparentlyyou. For the issue of the certificate. Выдается, в том числе, собственно, как сертификат о прослушивании вебинара или семинара. А после, как я сказал, сдачи аттестацией по такому первому семинару? И после, как я сказал, сдачи аттестацию по такому первому семинару или вебинару. Можно подать заявку на какие-то конкретные пункты программы обучения, которые реализовывались посредством вебинаров или семинаров? Участники этих семинаров и вебинаров были зарегистрированы на семинарах и на вебинарах? Да, соответственно, возможно, вебинары и вебинарах. Далее, после прохождения акции с того изложенным пунктом Этихсад... Можно подавать заявки на ведение преподавательской деятельности либо через образовательный центр, либо через любые лицензированные организации. Вы можете попросить вебинары вебинарах или в любых лицензированные организации. В качестве сотрудников можно работать унией и предпринимателей, занимаясь в процессе. Вебинары вебинарах и вебинарах или mesmo предпринимателей. В правах с юридическими лидерами могут принимать преподаватели. Могут принимать преподаватели. Могут работать национальными или работать через интернет. 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 Продолжение следует... 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 Григорий Петрович, звук. Задача является организацией такой работы. And the objective is the organization of this kind of activity. Then, in this case, the whole program works on different languages. So, it will be introduced in different languages. At the systematic and infinite study level. In both the educational center and also at the basis of licensed entities. In those countries where entrepreneurial registration is not needed. The individuals may conduct lectures in case if they obtained the license for educational education. And the educational processes for lecturing. And on the basis of this license or the license agreement, you can register in your countries either as an individual, or an entrepreneur in your country. So, it depends where you are. That is why in the educational center there would be special registration records, database. Where this process, where this process will be automated and registration, and so it would be required. For it. For it. For it. For it. progressives will be followed by active and enquanto継続ic and effective education. And there would be different legal levels of access how to begin the right to provide lecturer. Григорий Петрович. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка звука. Григорий Петрович. Григорий Петрович. Я думаю, что уже более расширенно преподаватели образовательного центра сейчас расскажут о каких-то провокированных конкретных планах работы. Я думаю, что лекарства из Единственного центра, которые выясняют в более детях и share их опыты, которые они сделали. Могут прислать какие-то свои предложения по организации работы образовательного центра. Сейчас важно сосредоточить ресурсы как преподавателей, как и волонтеров для системной организации образовательного процесса по программе обучения. Соответственно, это увеличение интенсивности обучения посредством прибора развития констрации PRK1U и в дальнейшем такого типа прибора. То есть, можно также проводить разъяснительную работу о возможности использования таких приборов. И это будет и 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 я думаю, что при нахождении каких-либо новых более интенсивных целевых форм образования об этом нужно сообщать и желательно присылать на пользу образовательной технологии. И если вы знаете о новых технологиях в обучении, то это будет круто, если вы отправите в email в обучении. Так что это может быть технологически применена. Чтобы это можно было технологически применять. Угу. 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 Спасибо за участие во встречах такого типа в организации образовательного процесса обучения личной жизни. Спасибо. Угу. 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 Это «luck in life». Это «luck in life». Звука не слышно. Да, звука нет, да? А вот теперь есть. Да, хорошо. А давайте проверим, как меня слышно. Да, вас слышно. Хорошо. Я вообще-то мысль какую говорила, я благодарила Григория Петровича за участие в детской конференции, за то, что он, интересно, дал очень информацию и разъяснил, рассказал и о перспективах развития нашего образовательного центра и показал работу в перспективе наших и преподавателей. И разъяснил то, как получаются сертификаты слушателями и насколько это важно сейчас работать именно в нашем образовательном центре. И учиться в том числе. Я рада приветствовать наших слушателей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Представлюсь. Я, Высак Алла Андреевна, руководитель отдела аттестации и повышения квалификации образовательного центра по программе обучения учения Григория Зробобова. Здравствуйте, дорогие зрители. Я рада приветствовать вас. Я рада приветствовать себя. Я Алла Андреевна, руководитель отдела аттестации и тренировательного центра по программе обучения Григория Зробобова. В цели моего сегодня сообщения подвести как бы некоторый итог и рассказать кратко о результатах нашей работы, об образовательном процессе в образовательном центре по программе обучения учения Григория Зробобова. На слайдах будут представлены кадры из записей вебинаров, проведенных за эти месяцы в образовательном центре. These slides will feature the frames for recordings of webinars held during those months in the Education Center. Начало складывания образовательного центра относится к августу 2015 года. Именно тогда началась апробация платформы для проведения вебинаров по программе обучения учения Григория Зробобова. Образовательные вебинары открыли серии лекций преподавателей-консультантов компании Григорий Зробовой ДО по произведениям Григория Зробовова «О жизни вечной». The beginning of formation of the Education Center relates to August 2015. We began testing the platform for webinars in line with the education program on the teachings of Григория Зробовой. The teachers' consultants of Григорий Зробовой company opened educational webinars with a series of lectures based on the works of Григорий Зробовой on eternal life. А 5 октября 2015 года начался первый учебный год в соответствии со стандартной программой обучения учения Григория Зробовова. В настоящее время в образовательном центре работает два образовательных класса. Класс с преподаванием на русском языке. И класс с преподаванием на английском языке. И готовится к открытию класса обучения и на других языках. За эти месяцы шла большая работа по поиску форм и методов преподавания трудов Григория Зробовова. Учитывая пожелания и рекомендации автора учения, были определены основополагающие принципы преподавания трудов Григория Зробовова. Во-первых, использование новаторского принципа образования. Преподаватель на управлении работает по развитию учеников способностей, необходимых к вечной жизни. И одна из главных задач обучения – передача слушателям знаний вечности, всеобщего спасения и гармоничного развития. Во-вторых, принцип точности в передаче знаний. Знаний и учения о спасении и гармоничном развитии. Третий принцип важный – принцип адаптации учебного материала к текущему времени с целью более быстрого его освоения в направлении вечного развития, в том числе решения актуальных задач слушателей, задач макроспасения. Важнейший принцип – принцип системности образования. Он важен вообще и проходит как бы красной нитью через все образование. Он участвует, этот принцип, в формировании всей программы обучения. Пятый принцип – принцип многообразия применяемых образовательных форм и методов. И это различные формы преподавания, очное, дистанционное обучение и различные формы аттестации наших слушателей. В настоящее время в образовательном центре разворачивается система дистанционного обучения. Используются две формы проведения вебинаров. Первая форма – учебные вебинары по программе обучения учению Григория Гробового. Учебные вебинары – основная форма. Первая форма – учебные вебинары на русском языке проводятся шесть раз в неделю, кроме воскресенья, в 17.10 по европейскому времени, в течение всего календарного года. Именно эта форма обеспечивает в полной мере все образовательные принципы, в первую очередь принцип системности в изучении произведений Григория Петровича Гробового. Учебный цикл вебинаров открывается вводной лекции. Далее, в хронологической последовательности проводится изучение трудов Григория Петровича Гробового, а это и прочитанные Григорием Петровичем семинары, и изданные печатные книги за период с 1999 по 2016 год. С 5 октября 2015 года и по сегодняшний день, а это 33 учебные недели, проведено 195 занятий. Учебный вебинар – это занятие продолжительностью 2 академических часа, 2 раза по 45 минут с 5-минутным перерывом. Вторая форма вебинаров в образовательном центре – факультативные вебинары. С августа 2015 года на русском и английском языках проведено более сотни факультативных вебинаров. Преподавание на факультативах предполагает более углубленное изучение произведения Григория Петровича Гробового. На вебинарах представлены как книги, так и отдельные семинары из программы обучения учению Григория Гробового. Многие факультативы наши преподаватели готовят в двуязычном варианте – русский язык с переводом на английский, но возможен перевод и на другие языки. Хочется поблагодарить наших преподавателей за активность в проведении факультативов. Программа обучения учения Григория Гробового постоянно дополняется новыми лекциями и семинарами Григория Петровича. Во-первых, редактируется и вводится в образовательный процесс более ранние семинары автора, а также новые, последние произведения Григория Петровича. Постоянно увеличивается количество трудов Григория Гробового, переведенных на другие языки. В настоящее время в программе обучения произведения, переведенные на 17 языков мира. Программа обучения Григория Петровича. Образовательная программа на языке оригинала, русском языке, рассчитана на 5 лет, до 2020 года. Слушатели могут начать занятия в образовательном центре в любой момент. Я сейчас об этом не буду подробно говорить, потому что Григорий Петрович сегодня рассказал об этом. То есть о сертификации рассказал, да, о том, как можно получить сертификат об образовании и как можно подключиться к обучению. В чем состоит преимущество обучения именно в нашем образовательном центре? Ну, во-первых, уже в том, что директором образовательного центра является сам автор учения о спасении и гармоничном развитии Григорий Петрович Гробовой. Во-вторых, слушатель получает системное образование под руководством опытных преподавателей. В-третьих, слушатель имеет возможность личного пользования библиотекой образовательного центра, в которой представлены учебные материалы программы обучения, произведения Григория Петровича Гробового, а также записи обучающих вебинаров преподавателей центра. И, наконец, по окончании курса обучения в образовательном центре слушатель получает сертификат, удостоверяющий его успехи в освоении знаний учения Григория Петрового, о спасении и гармоничном развитии. Уважаемые слушатели, мы ждем вас в нашем образовательном центре. Информацию об образовательном центре вы можете получить на сайте Григорий Гробовой ДО. В ближайшей перспективе открытие нового сайта образовательного центра. А пока вопросы можно направлять по адресу. Я его положила сейчас, этот адрес, в чат. Я вас благодарю за внимание. На этом мое выступление закончено. Спасибо большое, Ольге Михайловне Толошной, за перевод. Так, а мы продолжаем с вами работу сейчас. И я подключу наш основной, как бы, план работы. Сейчас подключаю. И переходим ко второй части нашей веб-конференции. Пожалуйста. Раз, два, три. Раз, два, три. Как слышно? Антонина, Ольга Михайловна, как слышно? Слышно. Спасибо. Тема заявленного выступления. Распространение учений Григория Гробового в мире. Личная практика. Здравствуйте всем. И добро пожаловать в образовательный центр. Меня зовут Антонина Красова. Я преподаватель-консультант компании Григорий Гробово-Идио. Я преподаватель-консультант компании Григорий Гробово-Идио. Имею высшее образование. Работала в научной и производственной сфере. Занималась сложными технологическими процессами. В настоящее время основным видом деятельности является распространение учений Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии. Продвижение произведения автора учения в социальных сетях. Для спасения всех и каждого, чтобы предотвратить возможную глобальную катастрофу. Утвердение вечности на Земле. Это и далекое бесконечное будущее всего человечества, но это и настоящее, которое уже есть здесь и сейчас для каждого, кто принимает идеологию учения Григория Петровича Гробового. С авторским учением ознакомилась с 1990 года. В 1999 году имею многолетний опыт точной передачи знаний через производное произведение и посредством прямой передачи знаний учения Григория Гробового. Например, через вебинары. Системное образование в учебном центре помогает быстро. Проориентироваться в большом объеме нужных знаний. И ресурсов восстановления здоровья для распространения учения данный мой на канале YouTube. Ну, ссылки все сразу сейчас дам. В первые годы знакомства с учением, например, прорабатывая лекции Григория Петровича Гробового по структуризации сознания, я переносила полученные информации на листе бумаги и старалась воспроизвести свое понимание в схемах, рисунках, в векторах. В первые годы знакомства с учением, например, прорабатывая лекции Григория Петровича Гробового по структуризации, Мне всегда интересно, как движется информация, как она распределяется, понимается и сохраняется. Этот способ по знанию привел к тому, что информация практически всегда возникает в сознании в нужный момент. Конечно, сейчас я уже и рисую на листах бумаги, а использую компьютерные технологии для создания слайдов и передачи знаний в учении в мире. Это всегда интересно для меня, как информация moves, как она распределяется, реализируется и сохраняется. И этот способ по знанию привел к тому, что информация в практике всегда исчезает в сознании в момент, когда необходимость. Конечно, я уже не имею в виду на листах бумаги, но использую компьютерные технологии для создания слайдов и трансферий в мире. Можно познакомиться с моими схемами понимания технологий на факультативных вебинарах. Например, осенью 2015 года был прочитан курс вебинаров с переводом на английский язык по авторскому произведению «Образование Григория Гробового». You may get acquainted with my understanding of technologies during the electives. For example, in autumn 2015, the series of webinars with translation into English on the author's work «Education of Григорий Гробового» was introduced. Все записи вебинаров есть на сайте компании. Данный курс можно повторить для группы слушателей. Короткий фрагмент вебинара «Идеология вечной жизни» в образовательной системе Григория Гробового можно посмотреть на YouTube по ссылке, которая есть в чате. Продолжение следует под видео. Множество схем и ресурсов, помогающих как бы визуализировать авторские технологии Григория Грибового, дано в производных произведениях. Вы можете подать заявку на следующие курсы, разработанные Антониной Кравцовой. Синхронный перевод курсов на другие языки по запросу на проведение курса. Синхронный перевод курсов на другие языки по запросу на проведение курса. Была дана ссылка номер 3 в управляющей технологии получения Григория Грибового. Производное произведение переведено на английский язык и находится в стадии оформления. Этот материал дает возможность понять уровень макроспасения и активно его применять для решения своих задач. Через этот материал вы узнаете не просто эффективные методы и технологии, но еще и откроете свое духовное видение. Продолжение следует... My derivative work is translated into English and is being formed now. This kind of material gives you an opportunity to raise the level of macrosalvation and to implement it efficiently for the solution of your personal tasks. Through these materials you will learn not only about the efficient methods and technologies, but you may open your spiritual vision. Этот материал был дан Григорием Григорием Григорьевым в пяти летах для различных групп студентов и является ценным источником как для преподавателей, так и для начинающих, для всех, кто практикует учения Григория Григорьевого. Вот именно, что на этот интересный так называемый базовый курс можно сделать заявку в учебном центре компании. This material was given by Григорий Григорьевым в five lectures for different groups of students, and that is a valuable source for the lecturers and for the beginners as well, for all those who practice the teaching of Григорий Григорьевым. Please note that this interesting and so-called foundation course may be applied for in the educational center of the company. В 2014 году опубликовано пять производных произведений по восстановительным технологиям. На их основе читается курс факультетивных кабинетов, в которых дается множество простых технологий с рисунками и управляющими схемами. Человек, владея множеством технологий, легко находит способ гармонично восстановить себя и нормировать свои события. В 2014 году, five derivative works on the creative technologies were published. And the series of electives are given on this basis, and where a lot of multiplicity of simple technologies with drawings and controlling schemes are given. And the man, who is interested in the variety of technologies, is able to find the way to restore himself harmoniously and to normalize the events of life. Производные произведения на русском языке, они на другие языки пока не переведены, но при необходимости можно делать синхронный перевод. И первое, происходное, это уровень дородового периода и динамично надвигающиеся пространства. Это слайд следующий. Так, и ссылочка номер четыре. The derivative works in the Russian language, they are still not translated into the other languages, but if it is necessary, the simultaneous interpretation can be provided. You are given the link, number four, on the work prenatal period level and dynamically on common space. Следующее. В производном произведении использование упрощенных форм управления. The next derivative work is the use of simplified forms of control. Третье производное выделение восприятия управляющего оптического уровня. The next work is allocation of controlling optical level and perception. Следующая работа. Прямой доступ к структуру любого события. The next work, work direct access in the structure of any event. И последняя из этой серии. Переход из оптического уровня в уровень действия. В марте-апреле 2016 года мной был прочитан на русском языке интересный курс по восьми лекциям Григория Гробового о Вечности. Все эти лекции переведены на английский язык. На мой взгляд, этот материал можно назвать как «Восемь шагов в горизонте». Все пределы уже объявлены на моем канале YouTube. Восемь шагов в горизонте. Это ссылка номер пять. И можно посмотреть в плейлисте «Методы управления процессами вечности». Восемь лекций по освоению вечности. Это один из вариантов. Легко и быстро обеспечить себе будущее вечности и стекущей вечности человека. Этот материал предлагается учебным центром компании. Вопрос перевода на другие цепи всегда можно решить. That is the link number five in the playlist «The Methods of Control of the Eternity Processes». And eight lectures on mastering eternity is one of the options easily and rapidly to ensure the future eternity from the current eternity of a man. This material is offered by the educational center of the company. Well, the question of interpretation into different languages can be negotiated. Мне нравится передавать знания учения Григория Петровича Гробового. Приглашаю вас приходить в мой класс на платформе компании «Григорий Гробовой.ДОО», чтобы на практике осваивать технологии, методы и средства управления своими событиями. В образовательном центре вы можете посетить интернет-технологии, методами и средства контроля of your own events. В образовательном центре вы можете посетить как факультативные вегинары, так и учебные, благодаря которым слушатель получает системное образование. Практические учения помогают восстановить нормы здоровья и событий в большем количестве людей, чтобы жить всегда радостно и быть успешными. С вами была преподаватель Антонина Кравцова. Благодарю всех за внимание. Желаю всем творческих успехов. Спасибо Ирина Васильевна и хороших телевизоров. Спасибо. Я был общен с вами. Я учусь Антонина Кравцова. Я учусь. Я учусь. Спасибо всем за вашу внимательность. И я желаю вам успехов и спасибо Ирина Васильевна за интернет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я бы хотела сказать, что прежде чем перейду к своей презентации, что следующие выступления будут также очень интересными и оставайтесь с нами, это будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok This theme is directly connected with the teachings of Григория Гробовоя. You know, during our web conferences, there would be a series of presentations on this theme, and today we start with understanding what the teaching is and how it looks in real life. Меня зовут Ирина Макрушина, я лектор, руководитель организационно-инвестиционного отдела образовательного центра. И знакомство с трудами Григория Гробового началось с книг, изданных в начале 2000-х. С тех пор это стало частью моего духовного и жизненного пути. Сегодня тема моего сообщения – работа Григория Гробового по предотвращению возможных катастроф. И эта тема непосредственно связана с учением Григория Гробового. Во время наших открытых вебинаров это будет серия презентаций по этой теме. А сегодня мы начинаем с понимания того, что есть учение и как это выглядит в реальной жизни. Вы уже видели, что учение в такие области охватывает в слайде Аллы, и я поэтому пойду дальше. Итак, вы уже видели, что вы видите, что такие области охватываются, и поэтому я буду говорить о том, что объекты и обучение. The goal of the teaching is to educate every personality to rescue from possible global catastrophe and create development that implies the necessity of an immediate reaction for any catastrophic event. And the methods of salvation are simple and available for everyone as they are based on the own consciousness of a person, and that is a fast and accurate way of control. Цель лечения научить каждую личность спастись от возможной глобальной катастрофы и созидательному развитию, что предполагает необходимость мгновенной реакции на любое катастрофическое событие. Методы спасения просты и доступны каждому, так как построены на основе собственного сознания человека, что является быстрым и точным путем управления. The objective of the teaching, you know, is to open those structures of consciousness, the principles and approaches, on the basis of which you can take over the control of a variety of situations, and primarily those ones which need a quick solution. And increasingly, we can hear about the importance of a human sector in decision-making at a crucial moment. And there are some systems that require an immediate response to make the right decision, for example, during the flight and landing of an aircraft or a spacecraft, terrorist attacks, earthquakes or tsunamis and some other situations. Задача учения — это открыть те структуры сознания, те принципы и подходы, на основе которых вы можете принимать у себя в управление множеством ситуаций, и которые в первую очередь нуждаются в быстром решении. Все чаще мы слышим о важности человеческого фактора при принятии в ответственный момент. Есть такие системы, где требуется мгновенная реакция, чтобы принять верное решение, например, во время полета или посадки самолета, космического корабля, террористической атаки, землетрясения, цунами или в других ситуациях. Продолжение следует... Учения Григория Григорового дают возможность получения таких знаний. Григорий Петрович давал прогноз по отклонению в работе компьютеров, самолетов, двигателей, по землетрясениям, Козлодуйской язерной станции, стыков с орбитальной космической станцией с космическим кораблем, и результаты подтвердили 100% эффективность его прогнозов, что подтверждено многочисленными свидетельствами, заключениями экспертных комиссий и приборами. И вы можете прочитать об этом в трехтомном издании Григория Григорового, «Практика управления. Путь спасения». Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Григоровой, в Facebook. Эквадор followed that had led to the loss of life. Was it possible to give a preliminary focus and act mutually to save people? The answer is yes. And сегодня все больше людей практикуют учения Григория Гробового, чтобы спасти себя и других. Так, например, 6 февраля 2016 года я выставила информацию на Фейсбуке о приборе Григория Гробового, использование которого дает возможность предсказать землетрясение, ослабить его или предотвратить. Это запатентованный метод и изобретение ученого Григория Гробового, которое называется «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления». Информация о природе была размещена в связи с землетрясением в Тайване. Далее в апреле 2016 года последовали мощные землетрясения в Японии и Эквадоре, которые привели к потерям. Можно ли было дать предварительный прогноз и действовать во спасение людей вместе? Я думаю, что информация о том, что возможности о спасение должно быть транспортироваться для всех нас, чтобы избежать людей. Мы также могли бы увидеть, что люди использовались для тех, кто-то уехали. And the learning process in the Educational Center on the program of Grigory Krabbevoy would give knowledge and awareness how to prevent catastrophes at different levels. And a distinctive feature of the teaching is safety. Access to control occurs through consciousness only at the creative level, and training is available for all ages, and does not depend on your gender, nationality or religion. I think that information about the opportunities of salvation should be given to us, so that we can not be able to avoid losses. We also saw on Facebook, how people used the number of people to help people. The education in the Educational Center on the program of Grigory Krabbevoy would allow you to get these knowledge about how to prevent catastrophe on different levels. And in the field of disaster prevention, we suggest the education program to enroll for the students in the school of Grigory Krabbe. В области предотвращения катастроф мы предлагаем пройти курс обучения в рамках образовательной программы, а также на базе партнерской программы мы можем разработать совместный проект по обучению персонала для представителей авиакомпаний, служб, которые обеспечивают безопасность и отвечают за предотвращение катастроф, предотвращение террористических актов. Также вы сможете получить информацию по прибору. Вы можете написать нам, и я верю, что мы найдем способы сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Желаю вам счастливой и безопасной жизни. Thank you. You may contact us. And again, I'll repeat. And thank you for your attention. And happy and safe life. And now we'll get to one more presentation. And then... Ирина. Здравствуйте. Добрый день. Good afternoon. Ага, сейчас. Тема назвать или представите, да? Как лучше? Ну, тему можете назвать. Хорошо. The theme of Irina's presentation, science of Grigory Grubovoy and devices, and I'm happy to announce it, because that is the live testimonial on testing the device PRK1U. Я рада представить Ирину Романько и тему ее выступления на луке Григория Гробового и приборы. Живое свидетельство прохождения и тестирования прибора PRK1U. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Романько. И я расскажу вам о своем опыте дистанционного тестирования по скайпу прибора развития концентрации PRK1U. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Романько. Я хочу рассказать мою опыте дистанционного тестирования PRK1U, устройства для развития концентрации по скайпу. Я и члены моей семьи, мои друзья, мы знали, что профессор Григорий Гробовой работает над созданием этого прибора и очень ждали, когда появится возможность приобрести прибор, помогающий человеку развивать его способности по обеспечению вечной жизни. Я и члены моей семьи, мои друзья, мы знали, что профессор Григорий Гробовой работает над созданием этого устройства, и мы смотрим на возможность купить устройство, который позволит человеку развивать способности по обеспечению вечной жизни. Информация появилась на сайте Григорий Гробовой ДОО. Я написала туда и вскоре получила ответ с информацией о приборе, и позже была назначена дата тестирования. Тестирование прибора проводил ученый-изобретатель этого прибора, профессор Григорий Петрович Гробовой. РК-1О – это прибор, который взаимодействует с мышлением человека. в общесозидательном направлении, для обеспечения вечной жизни себе и всем. Прибор создан на основе звук запатентованных изобретений Григория Гробового, способ предотвращения катастрофы устройства для его осуществления и система передачи информации. РК-1О – это прибор, который взаимодействует с человеческим думанием в универсальной, креативной направлении, для обеспечения вечной жизни для себя и всем. И это прибор создан на два патентных инвенциях Григория Гробовой. В работе прибора РК-1О заложены следующие функции. Развитие концентрации вечной жизни по омоложению, по любому событию, по управляющему ясновидению и по управляющему прогнозированию. Григорий Гробовой говорит, что это естественные способности по обеспечению вечной жизни, данные от рождения каждому человеку. И развитие таких способностей еще более реализует каждую личность. А функции прибора, они в том и состоят, что развивают концентрации от текущего, имеющегося уровня развития таких способностей. И во время таких концентраций одновременно реализуется цель управления. Григорий Гробовой говорит, что это натуральные способности для эффективной жизни, которые дают каждому человеку. Эта деятельность обеспечивает даже больше всего личности. Но функция этого устройства именно в развитии концентрации от текущего уровня развития. И во время таких концентраций контролируется самостоятельно реализована. Сегодня прошла 4 теста. Первый тест – развитие концентрации вечной жизни по любому событию. Я проводила концентрацию на локальном участке моего сердца для нормирования сердечно-сосудистой системы. До включения прибора было мягкое ощущение тепла. После включения прибора у меня участилось сердцебиение, появилось ощущение тепла, оно нарастало, появилось чувство расширения в области груди, чувство небольшого повышения температуры, и началась пульсация в голове. В целом, я провел 4 тесты. Первый тест – развитие концентрации и развитие концентрации на любом случае. For normalization of cardiovascular system, I concentrated on a local area of my heart. I felt slight warmth before the device was turned on. After it was turned on, my heart beating increased. I felt warmth. It was growing. I had the feeling of expansion in the chest, a slight temperature rise, and pulsation in the head. I was able to verify the effectiveness of the device. After switching it on, the concentration became strong, and regenerative processes in the body began to take place very intensively. В следующем тесте нужно было применить управляющее ясновидение, чтобы рассмотреть помещение, в котором я находилась несколько часов назад. До включения прибора я вспомнила комнату в квартире, где я была. Восприятие комнаты было не очень четким. А после включения прибора я увидела комнату объемной, яркой. Я увидела себя в этой комнате, молодой. И затем я увидела золотой свет, который стал заворачиваться в большую сферу. В следующем тесте я попросил контроль и клипоинс, чтобы рассмотреться в квартире, в которой я был несколько часов назад. Прежде всего, я помню, я помню, что я был 5 часов назад. И моя перспектива была не очень четко. Когда я помню, я увидела комнату, После этого теста Григорий Петрович сказал, что я увидела материю вечной жизни. Он попросил меня, если есть возможность, посмотреть еще раз, что внутри этой материи, с чего она состоит. После этого теста Григорий Петрович сказал, что я увидела материю вечной жизни. Он спросил меня, если возможно, посмотреть снова, что там было в этой материи, что оно состоит из. Прибор уже был выключен, когда мы беседовали, но зрительный образ был стабильным, поэтому я продолжала видеть, как золотой свет медленно заворачивается в большую сферу. Чтобы рассмотреть, что внутри этой материи, я мысленно приблизила картину, как будто она вела фокус в видеокамеру. Изображение увеличилось, и я увидела структуру материи. Возле границы сферы она была нитеобразной. А когда я вошла с сознанием вглубь, то внутри этой золотой материи вечной жизни я увидела светлые вспышки. У меня увидеть материю вечной жизни было радостно и удивительно. Возле границы сферы. Я увидела светлые вспышки, и это было радостно и удивительно, чтобы увидеть события вечной жизни. Я убедилась, что прибор работает в материи вечной жизни, о которой Григорий Петрович рассказывает в своих лекциях. Прибор помогает визуализировать ее. И сейчас я учусь взаимодействовать в материи вечной жизни. Григорий Гробовой говорит, что в каждом человеке заложены эти возможности по реализации материи вечной жизни. И с помощью прибора они раскрываются. Следующий тест по развитию концентрации вечной жизни по управляющему прогнозированию тоже был очень интересным. Григорий Петрович попросил меня просмотреть будущее, где весь мир уже вечно живущий. А уже через область этого вечно живущего мира перейти к моей задаче. Следующий тест по развитию концентрации вечной жизни по контролирующему прогнозированию тоже был очень интересным. Григорий Петрович попросил меня посмотреть в будущее, где весь мир живет eternally живущий. И чтобы перейти на мою задачу через область этого вечной живущего мира. До включения прибора я сделала управление по макроспассиванию и попыталась представить картину далекого будущего. Но мне это было трудно. Я же не писатель фантазии. После включения прибора я увидела нашу планету, окутанную слоем серебреско-белого света, и услышала красивый гармоничный аккорд. Затем я увидела наравнение ручей с чистой водой. И увидела себя молодой возле этого ручья. Увидела красивый пейзаж, белые здания, счастливых людей в белых одеждах. Я услышала смех детей и взрослых. Как будто ножное управление было очень интересным, потому что я могла разглядывать даже детали. Как физическим верением, естественно, без усилий. Я могла перемещаться внутри этой картине сознанием. Во второй части прогнозное управление по моей задаче до включения прибора не получалось. Потому что человек, для которого я делала управление, он не принимал информацию. Это было управление по освобождению человека от алкогольной зависимости. И Григорий Петрович тогда предложил поставить этого человека в картину прогнозного будущего и сделать управление. И с помощью прибора управление стало идти уже легко. Человек принял информацию с радостью. То есть при включенном приборе увеличивается управляемость событиями будущего в сторону улучшения. Также в этом тесте делается специальное управление, что в дальнейшем сознание, дух и способности человека будут настолько развиты, и что любой человек будет иметь уже работать старше эффективно, но сам, без прибора. И я сделала это специально управление. При взаимодействии с картиной прогнозного будущего возникают особые духовные состояния, ясные знания, что вечная жизнь будет обеспечена, что все будут вечно жить, радоваться. Это состояние помогает мне сейчас. После этого теста Григорий Петрович сказал, да, вечная жизнь – это счастье. И сказал мне, что я увидела картину будущего реально. Вот такие возможности раскрывают в человеке прибор. Есть один стратегий стратегии. Есть отдельная стратегия. Один стратегии с тем, что в будущем появилось с тем, что вечернее отчет. Отчет – это означает, что вечернолетие было бы осенними. И все будут живы, и увидев. И все будет живы, и не прощаться. Это не очень важно. После этого теста Григорий Петрович сказал, да, что вечернолетие – это рефиментация. Управление по омоложению тоже прошло успешно. Была сильная реакция тела, тепло, расширение в области груди. После этого теста профессор Гробовой сказал, что у меня получилось сделать реально омоложение. Теперь я нахожусь в этом состоянии молодости. Оно наполняет меня счастьем и жаждой жизни. После окончания всех тестов, ощущения тепла и пульсации в моем теле продолжались еще в течение четырех часов. Очень интересно, что через два дня я рассказала о своем тестировании знакомой. И у нее в этот день решились два важных вопроса, которые она не могла решить полтора года. Причем мы решились эти вопросы с помощью всего лишь двух телефонных звонков. Мы с ней очень радовались. Мы понимали, что решение задачи у нее произошло на поле вечной жизни, которое создал прибор. А сколько нас еще ждет радостных открытий, связанных с возможностями этого прибора? Это должно быть новым, что два дня назад я рассказала о моем тестировании знакомой. И на тот же день она решила два важных вопроса, которые она не смогла решить за один год и половину. И, наоборот, они были решены с помощью двух телефонных звонков. Мы были очень счастливы с этим. Мы понимали, что решение задачи у нее произошло в том направлении вечной жизни, который был создан с помощью устройства. И есть высокие ожидания для многих радостных открытий, связанных с возможностью этого устройства. В заключение я хочу сказать большое спасибо ученому-изобретателю Григорию Петровичу Гробовому за этот уникальный прибор, который создавался в великой любовью к человеку, чтобы помочь нам с вами раскрыть творческие духовные структуры личности и ускорить их развитие для обеспечения вечной жизни себе и всем. В conclusion, I would like to say a big thank you to the inventor and scientist Григорий Гробовой for this unique device, which was created with great love for a man, to help us to reveal our creative and spiritual structures of personality and to accelerate their development for ensuring eternal life for yourself and all. И я знаю, что каждый человек может сегодня приобщиться к этому опыту. Всю информацию о приборе, об условиях его приобретения вы найдете на сайте Григорий Гробовой ДОО в разделе о приборе PRK1. Я желаю вам и всем людям молодости, здоровья, счастья жизнедечной, радости, пожелания. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина. До свидания. I wish you and all the people the spring of life, health and happiness of eternal life, happiness of mastering the knowledge. Thank you for your attention. Goodbye. Thank you, Ирина. Thank you, Ирина. And the next part is the presentation of Melanie Atuaheni. She is from the United Kingdom. And Melanie is pretty busy today, and so I will, on your behalf, well, I will introduce it to you because it is very interesting. And the theme is the teachings and works of the Great Гробовой as the foundation for development of sustainable business in the modern world, educational aspect. Ее тема выступления сегодня представлена Melanie Atuaheni из Великобритании. Но она, к сожалению, сегодня занята, и поэтому я представлю материалы ее сообщения на русском и английском. И затем у нас еще будет одна презентация. Hello, my name is Mel Atuaheni. I live in the UK, and I have been acquainted with the teachings of Grigori Krabовой for some four years now. And on account of my background experience in the personal development and the business coach, my teaching of this work naturally gravitates towards the psychological and business aspects. I run a consultant, which is called Expressing Your Power Within, and its purpose is to help business people to create better, holistic and sustainable outcomes for their business, and through our training we encourage improvement of the work environment and work life. У меня консалтинговый бизнес, который называется Expressing Your Power Within, ну я как бы перевела, проявление твоей внутренней силы, и его целью является помочь деловым людям создать более целостные и устойчивые результаты в бизнесе, а также посредством нашего обучения мы способствуем улучшению условий работы и деловой жизни. We are exploring at the moment, what we are exploring at the moment is the development of a comprehensive workshop program that is not only adapted to meet the needs of the specific leader or organization, but we also encourage them amongst their numerous aims, the aim for eternal development as a basis for every phase of the business, be it visioning, planning, implementation, or how to go about making the business visible, and in fact it should start with Business Planet's help. Over the past year, we have been immersed in the development of a pilot project that we called Beyond the Bottom Line, that is based on the book by Григорий Крадавой, Numbers for Successful Business. То, чем мы занимаемся в данный момент, это разработка комплексной программы семинаров, которая не только адаптирована для удовлетворения потребностей конкретного лидера или организации, но также будет способствовать тому, чтобы среди многочисленных целей они ставили задачу вечного развития в качестве основы каждой фазы бизнеса, будь то концептуализация, видение, планирование, реализация или сделать так, чтобы бизнес был заметным. На самом деле, это не должно непосредственно начинаться с бизнес-плана. За последний год мы заняты разработкой пилотного проекта, который называется Beyond the Bottom Line. Я перевела за рамками конечного результата, или можно назвать это «За горизонтом», который основан на книге Григория Гробового «Очисло» для успешного бизнеса. Продолжение следует... 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 Что бизнес-технология – это зарабатывание денег и развивать отношения сотрудничества. Ведь что бизнес – это не конфликт и не конкурентное жесткое поведение. То ясно, что соответствующий труд числа для успешного бизнеса является важным и актуальным инструментом не только в том, чтобы помочь развитию успешного бизнеса, но и помочь лично вам устранить барьеры для получения денег и любого другого проявления изобилия. That are seeking a more conscious solution. The plan is to make this program available in the most flexible way possible. And it can be given on this platform. Or you could visit our… We could visit your country. To deliver a series of lectures and experiential workshops. This is particularly useful if you, as the owner of your company, would like the opportunity to develop these skills in partnership with DOO, to share with the business in your own country. And an alternative is that you can also visit us in the UK. We plan to run these workshops regularly to this spiritual community, as well as to take it to a secular population. We see this as a living process that is constantly growing and developing because of you, because of your live input. And this is a really exciting project, and we invite you to join us. This program is not only for your own personal development, if you want. It helps you to bring it to the business, use it as a tool to provide consultations with the leaders of business, with the entrepreneurs who seek more healthy decisions. The plan is to make this program as possible as possible as possible as possible. This may be done on your platform, and we may be able to visit your own country, to present a series of lectures and seminars. This is especially useful if you are a part of your own company, to look at the opportunity to develop these skills in partnership with DOO, which is called Gregory Grubovoy DOO, to share with business in your own country. And this is also a part of your own company. This is also the way that you can visit us in the UK. We plan to do these seminars on regular basis for this, for this, for this, for this, for the social society. And this is also for the social society. We consider this as a living process that constantly grows and grows, thanks to you and your work. This is a really interesting project, and we invite you to join us to join us. Thank you so much. Melanie Atwahene is saying to you with this text, and I was very happy that this project is going, and Melanie Atwahene and the other interested people in the UK, well, we just are in contact, and we are developing, and please translate, I ask volunteers, deliver this message, please, to your countries, share it with people in your countries. And I would like to thank Melanie Atwahene and all the other people in the UK, with whom we are now working, and with whom we are working, and with whom we are working. Thank you. And now the floor is given to the next presenter. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon. My name is Olga Zalozhne. I have been studying the teachings of Grigory Grobovoy since 2001. My experience of transfer of the knowledge of Grigory Grobovoy in the Russian and English languages is more than 10 years. I applied successfully the technologies of the teachings of Grigory Grobovoy for my career development and other events of my life. I would like to introduce information from the works of Grigory Grobovoy about animals. In many of his works Grigory Grobovoy talks about the importance of the interrelationship of people and animals and that people in their development and the quest for eternal life have to support animals and contribute to their development. Good morning. Меня зовут Ольга Толушная. Я изучаю учения Григория Петровича Гробового с 2001 года. Опыт передачи знаний по учению Григория Гробового на русском и английском языках более 10 лет. Успешно применяю технологии учения Григория Гробового для карьерного роста и других событий в своей жизни. Я бы хотела познакомить вас с информацией из трудов Григория Гробового о животных. Во многих своих работах Гробовой Григорий Петрович говорит о важности взаимосвязи человека и животных и что человек в своем развитии и стремлении к вечной жизни должен поддерживать животных и способствовать их развитию. В его книге Григорий Петрович говорит о том, что Григорий Петрович говорит о том, что когда вы становитесь уверены в процессе и думаете, в том, что вы можете найти в том, что вы сможете найти в структуру контроля всей реалии. Григорий Гробовой рассказывает о животных и человеческой общении в работах, которые в определенной части отклоняются новую информацию о животных. В книге «Методы концентрации» Гробовой Григорий Петрович говорит, начало цитаты, «Осознавание вами процессов восприятия и мышления других участников взаимодействия позволит вам войти в структуру управления всей реальностью». Григорий Петрович рассказывает о взаимодействии человека с животными в произведениях, который в определенной части раскрывал совершенно новую информацию о животных, полностью посвященных произведениях взаимодействию животных и человека. The work of Григорий Гробовой, «Doctrine of the Earth», contains a very interesting information about the human interaction with animals. If we consider this level of interaction, then by assigning the task to do so, that the wolf would not be aggressive to the elk, let us suppose that it would not eat, then it turns out that man should provide the wolf, let us say, with some perhaps synthetic food. And here, by the way, there are very specific techniques. Worts that are designed not to ensure that a bone would not explode, but also at healing, let us assume, the fourth stage of cancer, healing incurable diseases. The end of quotation. Григорий Гробовой, «Doctrine of the Earth», November 4, 2003. О животных в трудах Гробового Григория Петровича. Очень интересная информация о взаимодействии человека с животными есть в произведении Григория Гробового учения о земле. Начало цитаты. Если мы рассмотрим этот уровень взаимодействия, то поставим задачу, как сделать так, чтобы там волк не был агрессивен к лосью, да, предположим, чтобы он его не съел, тогда получается, что для этого человек должен там волка обеспечить, предположим, каким-то, может быть, синтетическим питанием. И здесь, кстати, возникают совершенно конкретные технологии, которые направлены не только на то, чтобы там не взорвалась бомба, но направлены на то, чтобы там излечить, предположим, от четвертой степени рака, излечить неизлечимые болезни. Конец цитаты. Произведение Григория Гробовича «Учение о земле» 4 ноября 2003 года. Следующий слайд. Мы учимы много новой информации о животных из работы Григория Гробовой «The resurrection of people and eternal life from now on is our reality». This information is changing the mindset of the person about the world and the structure of the world. Beginning of quotation. Another interesting subject is the life of animals and birds. Science, for example, hasn't yet learned that birds' ability to fly only partially attributes to their winged bits. In this life, anti-gravity created by them plays an essential role. The most interesting in the case of this book described is the eagle. It has the ability to create anti-gravity too, but in addition, it has the ability to dematerialize. The end of quotation. This book contains a very interesting information about lions. Beginning of quotation. Lion moves around with prior knowledge of what he is approximately to expect. What may happen to it in the nearest time interval, roughly somewhere within an hour? So, the lion has the ability to scan the space of future events for the period of up to an hour, besides, he sees the events of the future just like he sees the present event. End of quotation. The work of Григория Гробовой, The Resurrection of People and Eternal Life from now on is our reality. Много-много информации о животных в произведениях Григория Гробового Петровича в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь» отмене наша реальность. Эта информация меняет устоявшиеся представления человека об окружающем мире и его устройстве. Начало цитаты. Другая интересная тема – жизнь животных и птиц. Например, наука пока еще не знает, что птицы лишь отчасти летают за счет взмахов в крыльях. В их полете существенную роль играет создаваемая ими антигравитация. Самым интересным является случай орла. Он тоже обладает способностью создавать антигравитацию, но у него есть еще и способность дематериализации. Конец цитаты. В этой же книге есть очень интересная информация о льве. Начало цитаты. Лев передвигается, предварительно зная, какая приблизительная ситуация его ожидает. Что с ним может произойти в ближайший отрезок времени, ориентировочно где-то до часа. Конец цитаты. Начало другой цитаты. Так вот, лев обладает способностью сканировать пространство будущих событий на период до часа. Причем он видит будущие события так же, как он видит настоящие. Конец цитаты. Произведение Григория Петровича «Воскрешение людей и вечная жизнь» отменит наша реальность. Следующий слайд. Now, I would like to tell you about books which are completely devoted to interaction of animals and men. These are books which were published in 2014. The books are «Concentration on numbers for the recovery of the organism of domestic animals and birds. Concentration on numbers for the recovery of the organism of farm animals and birds. Concentration on numbers for the recovery of cats organism. Concentration on numbers for the recovery of dogs organism. These books include number series for the recovery of animal organism and methods of work with the number series. Книги Григория Граболова полностью посвященные взаимодействию человека и животных. Эта книга и концентрация на числах для восстановления организма домашних животных и тип, концентрация на числах для восстановления организма сельскохозяйственных животных и тип, концентрация на числах для восстановления организма кошек, концентрация на числах для восстановления организма собак. В этих книгах даны числовые ряды для восстановления организма животных и методы работы с этими числовыми рядами. Книги изданы только на русском языке. I would like to add in English that the books are available only in Russian. So, Education Center invites volunteers or people who want to cooperate in the area of translation of the books into other languages to be published in all languages of the world. And now I would like to tell you about my own experience of work on one of these books, this experience on restoration of the organism of a cat. In February 2015, my colleague told me that her one-year-old cat was placed in a veterinary clinic and underwent surgery after swallowing a sharp object. All the internal organs of the cat were inflamed. The vet had little hope for its recovery. After hearing this story, I immediately began to work with the numbers from the book. I immediately began to work with the numbers from the book. Concentration on the numbers for the recovery of cat organism using the methods described in the book. The next morning, my colleague got a call from the veterinary clinic and was told that the cat began to eat and became active. Three days later, the cat fully recovered and was taken home from the vet clinic. Currently, it is healthy and full of energy. Теперь я хочу рассказать о своем опыте по восстановлению организма кошки. В феврале 2013 года моя коллега сообщила мне, что ее кошка, возраст один год, была помещена в ветеринарную клинику и внесла в хирургическую операцию после проглатывания острого предмета. Были воспалены все внутренние органы. У ветеринаров было мало надежды на восстановление животного. Услышав этот рассказ, я немедленно начала работать числовыми рядами из книги в концентрации на числах для восстановления организма кошек по методу, который описан в книге и числовые ряды, которые показаны на слайде. На следующее утро моей коллеге позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что кот стал кушать и проявлять активность. Через три дня кот полностью поправился и его забрали домой. В настоящее время он здоров и полон сил. Maybe she's mine. The educational program of the education center includes courses based on all of these works. The courses can be useful for those who professionally study animals or work with animals. For public organizations participating in the programs for the protection of animals and the environment. For those who want to help their pets. For those who want to expand their knowledge about the world and its structure. We invite you to study these courses at the education center. Образовательная программа учебного центра включает курсы на основе всех этих произведений. Эти курсы могут быть полезны для тех, кто профессионально изучает животных или работает с животными. Общественным организациям, участвующим в программе защиты животных и окружающей среды. Тем, кто хочет помочь своим домашним питомцам. Тем, кто хочет расширить свои представления об окружающем мире и мироустройстве. Приходите изучать эти курсы в образовательный центр. Добро пожаловать в образовательный центр. Welcome to the education center. I would like to thank everyone for your attention. I wish you happy eternal life. Добро пожаловать в образовательный центр. Спасибо за внимание. Желаю вам счастливой вечной жизни. Уважаемые слушатели, мы с вами сегодня прослушали очень интересные презентации. И работала наша организационная группа дружно, вот я считаю. И мы очень благодарны вам за присутствие на нашем сегодняшнем вебинаре, то есть на нашей встрече, на нашей конференции. Кстати, хочу сказать, ведь у нас сейчас преподаватели были от Атлантики до Тихого океана. То есть вы сейчас слушали представителей буквально двух всего евроазиатского континента. От Великобритании до Дальнего Востока. И... Да. Ане... Да. heen рや, субфиня. Today, you have listened to a variety of the lectures presented by our teachers. All the open conference had been prepared by a group of our teachers and organizers who were working in quite a good team. I consider this as a good team. И, по-моему, я бы хотел бы отметить, что презентации были проведены от учащихся из всего мира, из Пасифового океана до Европы. Спасибо большое за участие в нашей конференции. До новых встреч. Приходите к нам через месяц, потому что наши конференции об образовательном центре по программе обучения и учения Григория Гробового проводятся теперь систематически, ежемесячно. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. Вопросы пишите. Адрес я вам дала.